МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация китайских журналистов с провинции Сычуань пробыла у Гомель. Их головная задача – рассказать же храм своего региона об супрацовнестве с Гомельской областью. Программа «Пресс-Тора» насыщенная. Первый пункт – предприемство «Гомсельмаш». Один из наибойнейших утворцев сельско-господарчей техники в свете. Мая – трывалые партнерские советы с Китайской Народной Республикой. Супрацовнество распочалось в 2001 году, когда у Китай поставили первую партию початка уборочных комбайнов. В 2009 году у Харбине было створено первое суместное предприемство. Другое зараз будуется в городе Ханьдань. Усяго больше, как 2500 техники Гомсельмаша працует в 11 провинциях Китая. Я у першиню бачу обсталявання таких масштабов. Усё вельми уражвое. Хотелось б, кабы будучи не были наладжены больше тесные связи помеж нашими регионами минавіта у сферы комбайна будавання. Мы у свою чергу, як представники сродка у масовой информации, зробим для гэтага усё махчыме. Визиты делегации протягиваются. Замежные гости наведали так само кондитерскую фабрику «Спартак» и ГДУ имя Франциска Скарыны. У гэтая хвилины проходить сустреча с керавництвом города Гомеля. Подробязности у нашим наступным выпуску. Военнослужащие войсковой части 1242, больше вядомые на Гомельщине, як похоронечники, рыхтують урочистую программу, якую планують показать на своё профессийное свято 28 мая. Конечно, основным занятком гэтую подрыхтовку назвать «Нельха». Головная задача пограничников была и застаётся раннейшей – Ахова Державной Мяжи. Олег Сентюров наведал погранкомендатуру Лоеву. Гэта саправды асамблевая войсковая подразделение. Узе военнослужащие пограничники, але не которые мают армейские звания, не которые морские. Старшиня первой статьи служить помощь сержантам, амичмам с прапорщикам. 18 годов тому для Ахова белорусско-украинской границы у Лоеве разместили группу катеров, на базе якой потом створили отдел Бераховой Аховы. Всего лета подразделение отримало новую назву пограничная комендатура Лоев. Петру Самойленку с Рогачевского района до Дембеля меньше как три тыдни. Кажет, чтоб службы в пограничном комитете застанутся самое приемное уражение. Сколько раз выходил на Ахову Державной Границы, одразу уже и не узгадая. Але перший наряд памяты добра. Я пошел со своим старослужащим, мне очень понравилось. Он рассказывал мне о несении службы пограничных нарядов, как охраняется государственная граница, сколько нарушителей бывает. Не глядите на то, что головная задача пограничников николи не изменяется. Сама служба не та, что была у часа основания Советского Союза, а саблевая гэта тэльца бытовых умов. У лексиконии сучастных пограничников, на вот такого слова, как казарма, уже не снуе. Теперь спальное помешканье. У кожным покои максимум 10 ложков. Причем у кожным своей саблевости. У маракона прыгают подушки, у день повинны быть у форме паруса. А саблевая для кожного солдата место столовая. Меню складается на месяц. Никто не заброняя родным досылать участь продуктовые посылки. Алить додатковая ежа, звычайно, непотребная. За выключением акчима солодкого у меню шоколаду с тукерками нема, а молодой организм потребует. День меню на четверг у этого месяца. Плов, салат весновый, суп молочный с макаронами, мясо, рыба смаженная, пюре с бульбы, ну и, зразумево, горбата, хлеб, масло. После призыва на военную службу, три месяца в учебке и 10 дней стажировки в войсковой части, за кожным молодым обоясково замысываны некто со старослужачек. У речи ахова мяжи, гэта боевая задача. Он на раде у кожного солдат, боевой автомат и два магазина с патронами. Правда, применять сброю приходится редко. Порушения на территории Лоевской погранкомендатуры здороваются, але их ликвидация проходит, звычайно, без применения силы. Некто, порушая пропускный режим, некто спробую пробачить у забороненном месте. Граждане осуществляют браконьерскую деятельность. Вот опять же, в апреле месяце было выявлено два гражданина, уже Республики Беларусь, жители Гомеля, которые осуществляют браконьерскую деятельность в населенном пункте Глушевского района. Там у них было выявлено 50 сетей. По традиции, каждый военнослужащий, який в первый раз накировывается у Нерад-Параце, повинен выпить, когда половый литр воды из Днепра, такое своесобливое посвящение у мараки, что отлично техничный, оснащенный для себя погранкомендатуры, то и она дозволяя контролировать мяжу вельми надейно. Причем, когда ранее, то и шкаторы были выключены замежной в творчестве, зараз на узброении уже и белорусские полосродки. По охоткости и проходности на территории Лоевской пограничной комендатуры ровных им нема. Гомель с доброчинным визитом наведали представники итальянской организации «Публика Асистенция» города Эмпали. Вось уже 12 годов яны супрацойничают с гомельским городским громадским объединением «Детячий диабет». Обедве доброчинные организации ожитивляют суместный, долготерминовый международный проект «Валерея». Подчас его дети проходят оздоровление у Италии и, что самое важное, отримливают сродки самоконтролю за узройным цукру у крови. Без этого немагчимы життё людей, хворых на диабет. Под обязанностью у Вероники Ворошилиной. Что годовая встреча представников громадского объединения «Детячий диабет» с итальянскими коллегами-партнерами у першиню проходит у таким незвычайном формате. Умолевничая место на березераке «Сошка» для двухсотудельников мероприемства доставил великий прогулочный теплоход. Головные гости рочной экскурсии дети, которые хворяют на цукровый диабет. Громадское объединение «Детячий диабет» у Гомеля дейничая больше как 30 годов. Зараз оно оказывает допомогу больших семистам детям и подлеткам хворым на диабет. Улику подопечных и тех, кто засталися без опеки батьков. За итальянской доброчинной организацией публика-ассистенция города Эмполь Гомельшане супрацовничают 12 годов и она житовляет суместный проект «Валерия». По часу его дети проходят оздоровление у Италии, а так само отрымливают сродки самоконтроля за узровнем цукровой крови. Я более 20 лет приезжаю в Белоруссию. Каждый год я посещаю Белоруссию дважды. И у нас есть в Белоруссии в Гомеле два очень важных партнера. Это фонд помощи детям Чернобыля Геннадия Корецкого и ассоциация детских диабет Раиса Гриневецкая. Это очень солидные, очень серьезные партнеры. И мы считаем, что та помощь, которую мы оказываем вместе с ними действенная. Так званые тест-полоски для людей-хворых на диабет каштуют не оттанно. А ожитивлять контроль за узровнем цукро у крови детей треба постоянно. Тому допомога итальянских партнеров соправда и отшивальная. Маленькие дети у них очень тяжело как бы можно сказать дозу подобрать. Поэтому раз в 10 мы меряем. Это как бы минимум можно сказать. Потому что государство дает только три полоски. Раньше одну давала вообще. Не хватало. Все деньги уходят. Даже в пенсии все деньги уходят на полоски. А так скажи, ну, конечно, помощь есть. Поддякой за подтримку для замеженных гостей стал святочный концерт подрыхтованный юными гамельчанами. У свою чергу суместный долготерминовый международный проект Валерия наглядное подсверджение соправного мощного сяброства между белорусскими и итальянскими семьями и безумовно нашими державами. Когда в 2005 году в рамках его реализации допомогу отримали только 11 детей, то сегодня нахопливает 150 детей и подлетков. При сучасном развитии медицины сукровый диабет не присутствует. Зим можно жить полновартосно до ягоды, когда пристремливаться диеты, примать леки и не отмавляться от физических нагрузок. И, конечно, поддержка и клопот сбоку необъяковых людей так само обовязково окажут добротворный уплыв. Посол Италии в Республике Белоруссия господин Стефан Бянко узнал о таком масштабном проекте и посетил нашу организацию. Это большая честь. И 40 наших детей были приглашены посольством Италии в Минск на очень серьезное мероприятие. И я хочу еще сказать, что только вместе, только сообща, когда мы имеем таких надежных друзей и партнеров, мы сделаем жизнь наших детей счастливой и беззаботной. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». 5 мая нотариусы проведут бесплатные консультации. Акция промеркована до дня перемоги. На протягу працонного дня с пытаниями можно извернуться у любую нотариальную контору региона. Час работы и адресы организации можно удокладнить на офицейном сайте Белорусской нотариальной палаты. Гомельский филиал «Белпошты» запрашая 5 мая принять у делу акции «Отправьте вестку ветерану Великой Айчынной войны». Святочные листы доставить ветеранам бесплатно. Доброчинное мероприемство пройдет с 14 до 15 годин у филиале по улице Советской 8. Усе жадающие смогут подписать паштовые картки ветеранам со словами «Падяки за мир народной земли». До речи паштовым листам будет просвеченный сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». У промым эфиры вас чекают урок каллиграфии и экспертиза подчерков, сокрытывя дзенне популярного интернет-блога и знакомства с новыми послугами Пошты. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. ГТ, а так само иншые новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта у вас познайомец мой коллега Сергей Негеревич.